Скажем, слава нашему Господу! Мне хотелось бы обратиться к такому месту священного Писания сегодня, это к Евреям, 11 глава, 6 стихом. Многим нам известный стих сказано так. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо б нас, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот. И проповедь я свою назвал «Предложение к закону». Вы знаете, когда я читал это место священного Писания, и вот часто как бы в сердце врезается первый стих этого священного Писания, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надо б нас, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. А как бы и ищущим, как бы предложение, и ищущим Его, и Он воздает. Как бы вот эта незначительная часть этого стиха, я сегодня об этом хотел бы говорить и проповедовать. Вы знаете, я недавно смотрел закон Томской, один из законов Томской области, он называется «О земельных отношениях». И вот что интересно, я нашел одно предложение к этому закону, а оно для многодетных, для многодетных, там основополагающих. Там две строчки. Там написано, если многодетная семья подаст заявление на земельный участок, и дети их вырастут, и они станут уже немногодетными, то этот закон остается в силе. В основном в законе этого нет. Я когда смотрел на этот закон, то многие основополагающие, как бы такие фундаментальные, как бы для нас вещи в этом законе, которые нам приносят, как бы выгоду, они в основном в предложениях. И когда я читал это место Священного Писания, я вспомнил, я вспомнил, как я работал на «Золотых приисках». И представьте, вот золото считается уже промышленным поиском или добычей, когда в одной тоне, например, земли или грязи, там, породы, находится два грамма. Ну что такое два грамма? У нас часто вера сравнивается с драгоценностью. И вот прийти с этой драгоценной верою, которая сравнивается потом порой в слое Божьем с незначительным каким-то зернышком, которое не видно даже, оно как пылинка. Или вера сравнивается, а вера драгоценная. Давайте сравним, что такое два грамма? Это примерно как спичечная головка, например, даже меньше, пол спичечной головки. И нагребите тонну грязи, и бросьте туда, перемешайте. И вот представьте, надо найти. Я в свое время, у нас был хороший геолог, у нас была геологоразведочная практика, и он нас не учил, он нас заставлял лотками искать золото. Я никогда бы не подумал, что у нас в Томске, особенно на лагерном саде, где вот эти перекаты есть, присутствует золото. И он нас заставлял в лотке песок промывать. Раз нету, нету. И каково было мое удивление, когда мой друг говорит, у меня золото. Геолог глянул на него, у него на лотке лежит легкая фракция, кварц, которая должна смыться. Он говорит, у тебя золота там нету. Он говорит, у меня золото лежит. Он раз точно, четыре крупинки золота. Вот примерно четыре крупинки – это два грамма. А перед тем, чтобы отыскать это, и он нагребал песок в холодной воде, все это отмывал, руки ломят. А он заставлял, он говорит, это ваша работа. Ваша работа. И когда я смотрю, когда мы порой, знаете, пренебрежительны, пренебрежительны к Слову Божьему, пренебрежительны к поиску Бога, поиску веры, и получается, когда мы приходим к Богу, знаете, мы пришли к Богу, вот мы пришли. Но Бог от нас требует, Он говорит, а Богу надо угодить, и угодить в том, чтобы Его найти. И сказано, и ищущим Его Он воздает. Вы знаете, когда я учился в политехническом техникуме, в политехническом уже университете, случилась такая история, нам надо было написать одну контрольную. И ученики обычно, особенно на заочном курсе, что делают? Залазят в интернет, ищут подобную контрольную, скатывают ее, и потом приносят преподавателю и предоставляют. Я посмотрел, я думал, ну, некрасиво будет. Я верующий человек, думал, надо идти в библиотеку и брать книги. У меня в библиотеке работала знакомая, я пришел к ней, я говорю, мне книги нужны. И она список посмотрела, который мне преподаватель дал, и она говорит, ну, вот эти книги, вот эти книги, они, говорит, они находятся, знаете, как называется, закрытые фонды. В этих закрытых фондах, говорит, по одному экземпляру вот этих книг есть. Преподавателю выдают только на руки, только на один день, и он сидит, готовится в аудитории там. Она тебе говорит, насколько тебе надо, я говорю, ну, мне бы контрольную написать. Она говорит, ну, понятно, на две недели, но через две недели, чтобы эти книги были у меня. И мне одна сестра с церковью помогла сделать контрольную, и когда я ее сдавал, я весь был, знаете, я дрожал. Каков было мое удивление, когда преподаватель идет, ученика контрольную проверяет. Проверяет, раз, открывай, он открыл, а, все понятно, она не задерживается, идет, я смотрю, первый, второй, третий, пятый, она говорит, а, все понятно, закрывай. Ко мне подходит, смотрит такая, на мою контрольную, на меня, и мне, она задает такой вопрос, молодой человек, а где вы взяли материал? А я ей задаю вопрос, я говорю, а почему вы прошли мимо этих людей и сказали, а, все понятно. И она мне говорит, а что тут непонятного, говорят, 10-15 лет, говорят, эти контрольные, вывешенные в интернете, и каждый раз, я их вижу, каждый год, что их уже знакомы, у того, на такую эту тему. И представьте, вот, материал, материал, порой мы, прилагая к Божьему Слову, прилагая к Божьему Слову, вот такие, вот такой метод, вот такой метод, мы порой можем приходить к Богу, знаете, а мы знаем, мы это слышали, это нам известно, и этот материал, знаете, он как повторяется из года в год, а порой в нашем поиске Бога надо предложить такие усилия и старания, чтобы, как Еремия, в книге Еремии, когда Бог говорит Еремии, когда ты извлекешь из ничтожного, драгоценная, тогда будешь, как мои уста. Мы часто хочем, чтобы Бог использовал в нашей жизни, проявлялся, использовал свою божественную веру, чтобы через нас эта вера распространялась. Ну, а часто этот материал, он, знаете, как у этих моих друзей, он настолько уже сухой, изношен, что известен, не приносит ни жизни, ни пользы, материал, на который надо потрудиться. И Еремий это понимал, когда ему Бог проговорил, он говорит, когда ты из ничтожного извлекешь драгоценное, тогда будешь, как мои уста. И Бог в этом месте Священного Писания говорит, что ищущим я воздаю, ищущим. Когда мы к Слову Божию прибегаем не так, что, а, это нам известно, это мы уже слышали, это мы проходили. Нет. Прилагая старания, усилия, Иисус в Евангелии от Иоанна говорил такие слова, говорил такие слова Царство Божие, о пророке, законы пророки от Иоанна с его времени Царство Божие благовествую. Это Иоанна 16,16. И всякий усилием входит в него. А с его времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. И вы знаете, это не легкий труд вот отыскать в породе, в пустой породе два грамма золота. Это каторжный труд. И часто говорят, о, это легко. Нет, я говорю, это каторжный труд. Порой уже и зима, и минус 20 градусов. А представьте, а они роют, они ищут. И наш путь христианский, он не лега. И порой даже, когда есть в твоем сердце радость, и то, и радость мешает найти Господа. Знаете, когда в нашей жизни все хорошо, когда все спокойно, мы зачастую не ищем Господа. Когда трудности начинаются, когда порой невозможно становится в жизни, начинаем искать Господа. А навыка нету. И мне сегодня бы хотелось подводить тому, что еще в послании к римлянам, в послании к римлянам, в 14 главе говорится всем нам известные слова, это 14 глава с 16 стиха, «Да не хулица ваше добрая, ибо царство Божие не пищи питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто всем служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Итак, будем искать. И порой надо, знаете, я это понял, надо залезть в архивы, которые порой тебе недоступны, надо перелопатить гору литературы, чтобы отыскать драгоценное. И мне даже не принимали экзамена. На основании того, что я предоставил контрольную, на основании тех материалов, мне преподаватель сразу поставил опять. А этим людям, которые пришли со мной, она им говорила, «Ну, все понятно, ну, все ясно». Она говорит, «А вам еще нужно потрудиться, чтобы получить хотя бы троечку». И у нас в жизни такое происходит, когда мы приходим к Богу и просто веруем, что Он, Бог, есть. И часто мы можем так делать, но не прилагая сил и старания, чтобы Его найти и взыскать, через Слово Божие, молясь Духом Святым, взыскивая Царство Божие и ища мира Божьего, который нам предоставил через веру Иисус Христос, то мы остаемся на положении вот этих нерадивых учеников. Когда все получают, то я остаюсь пуст. И мне Христос говорит потом, «А тебе надо приложить старания и усилия, чтобы что-то хотя бы получить». Мне хотелось бы сегодня молиться и, обращаясь к Господу, говорить, чтобы мы были, чтобы в нашем хождении перед Богом, в нашем поиске Бога не было пренебрежения, не было нерадения без печи, чтобы это, знаете, как Бог говорит Исайю и напоминает, ты, извлеки и будешь как мои уста. И заканчивая свою проповедь таким местом Священного Писания, это Иоанна, 8 глава, сказано так, 28 стих, «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю, пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали». Вы знаете, у меня вот это вот это приложение, и когда Он говорил, многие уверовали, и кажется незначительно, как бы такое существенное, но незначительное кажется в моих глазах, но я почитал и смотрел, и Он говорил, я я всегда делаю то, что Ему угодно, я угождаю Ему, я во всем стараюсь, что Он мне говорит, я все делаю. Написано, что Богу угодить невозможно без веры, и Богу невозможно угодить, если ты Его не ищешь, не ищешь, когда Он предоставляет тебе такую возможность через Слово Божие, не ищешь Его, когда Он тебе предоставляет такую возможность, когда ты Ему молишься, не ищешь даже тогда, когда ты находишься в тайной комнате, и твои мысли или желания направлены на другое. Сегодня Господь хочет, чтобы мы были прилежными учениками, чтобы мы не только на основополагающий закон свое внимание оценили, но что незначительное, для Бога порой весомое, и это весомое было благословением в нашей жизни, аминь, будем молиться.